Доброе утро! В эфире новости в студии Елена Самарина. И вот главные темы к этому часу. Компенсировать расходы по газификации смогут еще больше жителей Алтайского края. Правительство региона расширило список получателей льгот. Теперь выплаты в 100 тысяч рублей положены многодетным семьям, мобилизованным и близким родственникам погибших ветеранов боевых действий. Сейчас в правительстве готовят постановление о предоставлении субсидий этим же категориям льготников на покупку газового оборудования и проведение работ внутри границ земельного участка. В случае, когда люди уже подключили свой дом к голубому топливу, они могут обратиться за компенсацией. Если это еще не сделано, тогда можно запросить субсидию. Под программу до газификации в крае попадает 58 тысяч домовладений в 106 населенных пунктах. Всего из регионального бюджета на компенсацию расходов по газификации выделили 150 миллионов рублей. Подать заявку на социальную газификацию можно на портале госуслуг и через отделение МФЦ. Стало известно, кто проведет реконструкцию развязки Змейногорского и Южного трактов, а также шоссе «Ленточный бор» в Барнауле. Региональная строительная компания из Москвы выиграла тендер на работы. Подрядчик выполнит проект за сумму чуть меньше 3 миллиардов рублей. Ближайший конкурент компании-победителя предложил выполнить работы за 3 миллиарда рублей, пишет коммерсант. Протяженность участка 580 метров. К работе подрядчик приступит сразу после подписания контракта, но не раньше 1 февраля. Проект выполнят в два этапа. Первый завершат до конца этого года, а полностью развязку подготовят к эксплуатации не позднее 10 декабря 2024. Барнаульский модельер Наталья Михайлова создает образы фигуристкам из разных районов Алтайского края. Сейчас у дизайнера среди клиентов больше 20 юных спортсменок. Как Наталья изготавливает костюмы, она показала нашей съемочной группе. Это работа барнаульского дизайнера Натальи Михайловой. Она занимается шитьем с пяти лет. По образованию архитектор. Сейчас учится на модельера. Наталья с легкостью мастерит костюмы фигуристам. Для юных спортсменок из краевой столицы еще Рубцовска и Олейска. Они ставят программу, и под эту программу уже мы должны образ подогнать. То есть не наш образ, тренер под себя подгоняет, иногда нам присылают музыку, мы под музыку им выстраиваем, костюм рисуем. Иногда они уже готовы к это фото, вот именно такое хотим. Или иногда они со своим рисунком, иногда мы им рисуем. Образы дизайнер сначала прорисовывает, делает эскиз, а затем начинает работать с тканью. В основном стречевой, бифлексом, лайк, рассеткой. Затем приступает к дизайну. Часто в него входит градиентная заливка костюма. Краски специальные текстильные, именно мы используем краски для шелка. И у нас есть секретная часть, где мы растягиваем. Но батя, по-моему, всегда на мокрую и пошла делать растяжку. А растяжку учат еще в художественной школе делать растяжку. Можно на бумаге потренироваться вот так вот, знаете, от яркого переходить на нет. Или наоборот, от совсем такого спокойного переходить на яркое, добавлять, добавлять. Градиентная заливка используется не всегда. Бывают костюмы и однотонные. Когда основа готова, Наталья украшает ее элементами декора. Нашивками, перьями, стразами. Мы выкладываем отдельно каждую стразинку. Причем они разнокалиберные. Есть крупные, есть большие, есть маленькие. Совершенно разные. Разных цветов. Ну, в данном случае у нас черные. И получается, если там 8 тысяч раз, надо 8 тысяч раз вот так вот сделать. Себе на торжество она сама сделала два образа. Кроме того, этим летом модельер вместе со своей коллегой решила поэкспериментировать. Сделать наряд со шлейфом длиной 150 метров. Летом этого года Наталья хочет повторить эксперимент и сделать еще одно платье со шлейфом. Но уже разложить его с другой стороны Нагорного парка. А пока на улице еще холодно, модельер продолжает работать в своем ателье. Отшивать костюмы для фигуристов и преподавать ученицам тонкости швейного дела. Алина Пенигина, Денис Кузьменко. Новости. Это были все новости. Хорошего дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова